В течение всего 2018 года коммунальными службами города Сухум был осуществлен ряд крупных проектов, в их числе ремонтно-восстановительные работы по улице Картозия в новом районе. На протяжении многих лет, даже после небольшого дождя, улица Картозия становилась непроходимой из-за многочисленных ям, луж и грязи, а рядом школа и район густонаселенный. По решению главы столичной администрации от Гура Харазия, из городского бюджета были выделены средства на ремонтные работы. Были проведены работы по полной замене ливневого коллектора, проложено 800 метров в труб, установлено 39 колодцев с решетками для стекания воды во время дождей. После окончания работ по укладке коммуникации проведен и капитальный ремонт дорожного полотна. Также масштабные ремонтные работы были проведены и по улице Габечья. Проведены работы по расчистке ливневого канала по улице Габечья. Протяженность данного ливневого канала более километра при ширине 6 метров и глубине более двух с половиной метров. То есть был прокопан канал в Сухумское озеро для того, чтобы отвести воду ливневую от улицы Габечья и предотвратить подтопление людей во время ливневых дождей. Также была проведена работа по восстановлению канализационного трубопровода напорного, который был частично поврежден. Была восстановлена эта подпорная опора и восстановлен трубопровод. Помимо этого, на одном из излюбленных мест горожан, Сухумской горе, была расчищена территория и реконструирован фонтан. Для этого пришлось восстановить коммуникации протяженностью 550 метров, установить насос, чтобы качать воду и пусковое оборудование. Теперь жители города могут наслаждаться видом фонтана, который не работал более 25 лет. Кроме того, немало работ проводилось по подготовке столицы к курортному сезону и празднованию 25-летия победы в Отечественной войне народа Абхазии. В преддверии праздничных мероприятий коммунальными службами в городе высаживались цветы на набережной Махаджиров в парке Славы у Красного моста. В течение всего года было высажено порядка 23 тысяч корней сезонных цветов нескольких видов. Помимо этого, городские службы выполняют много работ, связанных с текущим содержанием столицы. Ежедневно подметают улицы и парки, косят траву, обрезают кустарники и ветви деревьев, а старые деревья срубают, чтобы предотвратить их аварийные падения. В течение года более чем на 10 улицах Сухума был проведен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия. Столичное ремонт на строительное управление и МУП «Водоканал» также осуществили немало работ. Проводились работы по устранению утечек водопроводной сети и канализационной сети. Более 1400 утечек было устранено, то есть были прочищены колодцы. Также по утечкам водопроводных сетей более 800 утечек водоканалом и ремонтостроительным управлением было устранено. Восстановлено 46 канализационных колодцев поврежденных были заменены на новые. В этом году было куплено более 150 новых евроконтейнеров для твердых отходов, которые были расставлены по всему городу. 150 новых урон установили в парках и на набережной. В скверах были заменены 50 лавочек, которые пришли в негодность. Пожалуй, одним из основных событий уходящего 2018 года является открытие нового здания «Собес». Управление расположено на первом этаже здания. Здесь нет высоких лестниц, предусмотрены пандусы, широкие дверные проемы без порогов. Большой зал, а это около 250 квадратных метров, разделен перегородкой и служит приемной. Здесь 9 кабинетов, оснащенные компьютерами, широкий просторный коридор и три туалетные комнаты. В том числе и для людей с ограниченными возможностями. Все помещение занимает около 800 квадратных метров. В новом здании установлена система электронного учета, что позволит людям дожидаться своей очереди в комфортных условиях. В этом здании также располагается Управление образования города и очно-заочная школа. Но для «Собеса» отдельный вход со стороны улицы Дбар, что позволяет людям с ограниченными возможностями без каких-либо проблем пройти в здание. Еще одним значимым проектом для столицы стал ремонт знаменитых сухунских курантов и замена башни. Было невозможно восстановить старую башню. Она пришла в негодность за столько лет. Мы разобрали ее полностью и восстановили ее абсолютно в идентичном виде, в каком она и была раньше. Запустили, отреставрировали старый механизм и сегодня часы работают. Помимо этого был отреставрирован один из главных символов города и самая узнаваемая архитектурная достопримечательность Абхазии – Сухумская колоннада. Специалисты очистили сооружения от старой шпатлевки и краски. Затем отремонтировали архитектурные элементы колоннады и вновь покрасили. Купол также был обновлен. Установлено электронное табло. Еще один не менее важный проект уходящего года – очистительные и берегоукрепительные работы на реке Басла. Река протекает недалеко от жилых домов и каждый год при сильных дождях и таянии снега. Она выходит из берегов и затапливает дворы и первые этажи помещений. После очистки реки от камней, ила и мусора эта проблема частично была решена. Кроме того, ежедневно по городу проводится немало текущих работ. Это ремонты крыш домов частичные, ремонты подвалов, ремонты подъездов. Было установлено 9 новых детских площадок в городе Сухум. Установили три пандуса в медицинских учреждениях города. Отремонтировали кабинет УЗИ в первой поликлинике, в городской больнице проводили ремонтные работы. В преддверии Нового года столичная администрация установила на площади свободы 18-метровую елку. Вся площадь и центральные улицы города украшены разноцветными гирляндами и инсталляциями. С 25 декабря у главной елки страны начались праздничные мероприятия для жителей и гостей столицы, которые продлятся до 8 января. В программу входят аниматоры, интерактивные представления для детей на абхазском и русском языках, дискотека для детей с персонажами детских сказок, карнавал ростовых кукол и многое другое. А в новогоднюю ночь вновь будет организовано праздничное шоу с участием звезд абхазской эстрады и различных хореографических коллективов. Все, кто решит провести первые часы Нового года на площади свободы в Сухуме, непременно получит массу незабываемых впечатлений.